Здравствуйте, уважаемые коллеги! Мы сегодня собрались для того, чтобы обсудить прошедший международный конгресс по болезни Паркинсона и двигательным расстройствам. Конгресс прошел в Мадриде, в Испании, нас там не было, но конгресс был онлайн. И я хочу представить вам сегодня мою коллегу, моего хорошего друга Ольга Александровна Ганькина. Это астент кафедры неврологии Российской медицинской академии после дипломного образования. Мы с Ольгой Александровной посоветовались и решили сделать такой обзор. Может быть, он кому-то будет интересен. Нам он был достаточно интересен. Мы посмотрели много лекций. И, кстати говоря, нашим коллегам молодым, здесь вот на слайде мы представили Общество двигательных расстройств, сайт, который представляет одно из самых крупных на сегодняшний день двигательных обществ, которые представляют достаточно большой контент для нас, для неврологов, обучающих. И, в принципе, вы, как молодые неврологи, да, можете зарегистрироваться для стран, для стран, как мы называемся, страны развивающиеся, да, в общем-то, доступ для неврологов бесплатно. Поэтому я всем рекомендую, кто интересуется двигательными расстройствами, обязательно зарегистрироваться, потому что это очень хороший ресурс для того, чтобы знакомиться с интересными данными. Ольга Александровна, вам понравился конгресс? Ну, конгресс был очень интересный. На самом деле, было очень много информации. Вот, и мы постарались, по крайней мере, что-то интересное из этого сейчас как бы вам представить, поэтому я думаю, что мы это обсудим в процессе. Ну да, то, что запомнилось, то, что понравилось. Мадрид только не запомнился. Да, к сожалению. К сожалению. Ну, действительно понравилось. Ну, я здесь, кстати говоря, поместила историю, я как-то об этом тоже уже рассказывала, историю Международного общества двигательных расстройств. Оно было создано в 80-х годах, и, в принципе, вот самый первый конгресс двигательный, он прошел в 95-м году в Мюнхене. И вы видите такая фотография, она сегодня уже историческая фотография. Здесь все известные люди для нас, да, кто занимается двигательными расстройствами, и Марсден, и Янкович. И вы видите, здесь я привела руководство, которое выпущено было недавно. Большая книга, посвященная двигательным расстройствам, достаточно интересная. И сегодня это такое очень крупное общество, которое представляет очень много обучающих грантов. Для меня было интересно, я, кстати, этого не знала, что в 22-м году Всемирная организация здравоохранения выпустила такое руководство, направленное на политиков, на управленцев здравоохранения о болезни Паркинсона. В этом у руководствия было показано, что инвалидность и смертность от болезни Паркинсона растут быстрее, чем от любого другого неврологического заболевания. И сегодня это, наверное, приятно, что, я не знаю, приятно или нет, на самом деле, но радует, что болезнь Паркинсона и неврологические заболевания сегодня привлекают все больше внимания. И принятие этого документа говорит о том, что правительства в различных странах должны будут предпринимать какие-то дальнейшие шаги для развития помощи всесторонней для пациентов с болезнью Паркинсона. И традиционно, конечно, на Конгрессе было очень много тем, посвященных именно болезни Паркинсона, как обычно, хотя и другие темы были затронуты, другие заболевания. Сегодня мы об этом тоже поговорим. Поэтому будем надеяться, что и нас это в какой-то мере коснется, может быть, конечно, не сразу. Сейчас у нас пока не все хорошо, и с препаратами есть некоторые проблемы. Но, тем не менее, я думаю, что потихоньку какие-то шаги будут предприниматься для развития помощи при болезни Паркинсона. И, в принципе, в журнале Lancet было опубликовано, что вообще-то болезнь Паркинсона сегодня требует срочных ответных мер общественного здравоохранения. Кстати говоря, когда я читала вот этот обзор, там было четко сказано, что вообще-то диагностика болезни Паркинсона может быть осуществлена, я всегда об этом говорю, и врачами первичного звена, и неврологами первичного звена. Мы не говорим сейчас о сложных случаях, но в ряде случаев вообще мы знаем, что диагноз вовремя не ставится. Тем не менее, в этом руководстве говорится много об образовании, образовании врачей первичного звена, чтобы люди получали этот диагноз. Много было докладов, посвященных терапии. Ольга Александровна, осветите, наверное, именно терапию касаемо болезни Паркинсона. Что-то было новое, какие-то, может быть, вышли новые исследования, которые привлекли ваше внимание. Спасибо большое, Екатерина Витальевна. Ну, наверное, как и в предыдущих конгрессах, которые проходили по расстройствам движения, особое внимание было уделено леводопе. И вот, наверное, Екатерина Витальевна, вот наша позиция основная, что мы все время стараемся отсрочить назначение леводопы, боимся лекарственных дискинезий развития, то здесь как бы, ну, я думаю, что у вас такая же обычно позиция идет, то здесь больше внимания уделялось именно раннему назначению леводопы, ввиду ее хорошей эффективности. Были приведены работы о том, что действительно как бы именно леводопа может улучшить работоспособность пациента, позволить снизить его инвалидизацию, позволить сохранить его привычный образ жизни. И даже вот в 2021 году вышедшие гайдлайны, они как раз именно леводопу ставят препаратом первой линии. Да, кстати, это значимое событие. В 2021 году вышли американские гайдлайны, посвященные ранней терапии болезни Паркинсона. Мы тоже как-то обсуждали их. И это такой хороший очень документ, который действительно говорит о том, что предлагает какой-то выбор между препаратами. Но вы меня спросили, сказали, боюсь ли я леводопу назначать. Я как раз, мне кажется, отношусь к неврологам, которые все-таки не сильно задерживаются назначением леводопы. И чаще я, если вижу действительно достаточно выраженный двигательный дефицит, я как-то не пугаюсь, назначаю. Хотя тоже здесь вопрос. Ну вот как раз основной вопрос заключается в том, что мы боимся лекарственных дискинезий. Но вот было проведено исследование как международное. И даже, хочется сказать с гордостью, даже Алексей Менш-Левин со своей аспиранткой на Дальнем Востоке провел исследование по раннему назначению леводопы. И было точно так же доказано, что моторные флюктуации лекарственной дискинезии зависят от длительности заболевания, а не от длительности приема леводопы. Поэтому, если действительно есть показания к назначению леводопы, задерживать это нельзя. Потому что это все-таки жизнь человека, который он проживает. Это качество его жизни. Ну, наверное, таким немножко грустным моментом является то, что на данный момент нет противопаркинсонической терапии, которая может менять течение заболевания. И леводопы тоже относятся к тому, что она не модифицирует течение заболевания. Это, к сожалению, как бы факт. Ну, мифы, к сожалению, у пациентов, мифы остаются и на своем приеме. Я не знаю, как вы, но часто трачу время для того, чтобы развить эти мифы о леводопе. Это говорит о том, что нам надо больше писать, наверное, каких-то, я не знаю, пособий или статей в средствах массовой информации, чтобы пациенты перестали, наконец, бояться этого. Да, бояться, и препарат должен назначить быть вовремя. Ну, вот, наверное, все-таки можно сказать, что этот конгресс был такой леводопо-ориентированный, скажем так. Леводопо-центричный. И другим препаратам противопаркинсоническим, скажем так, досталось от леводопы. Они были представлены все-таки в более негативном свете. Так, конечно, обсуждалось то, что агонисты дофаминовых рецепторов – это вторая группа препаратов, которая часто назначается при болезни Паркинсона. Вот как раз имеет больше спектра побочных действий. И они, как бы, провоцируют и нарушение импульсного контроля, и провоцируют эпизоды дневной сонливости, значительно ограничивая работоспособность. И, опять же, вот были сравнения о том, что независимо от того, с чего начинать лечение леводопы, либо агонисты дофаминовых рецепторов, наступает момент, когда пациент доходит до необходимости ДБСа, глубокой стимуляции мозга. И здесь было подсчитано, что примерно одинаковый промежуток времени приходит, что начало с агонистов, что с леводопы. Ну, вот, опять же, в таком негативном свете немножко были показаны агонисты. В прошлом году, вот эта леводопоцентричность, в прошлом году, кстати, на этом же конгрессе тоже был очень доклад, мне понравился. Там была рулетка такая нарисована, да, и годы, начиная там с момента, когда леводопа появилась, и было названо там леводопофобия, агонистофобия, леводопофобия, агонистофобия. То есть сейчас у нас агонистофобия, а леводопа, как это, любовь. Любовь, да. Поэтому, может быть, вполне возможно, что в скором времени это поменяется, но были положительные моменты, сказанные про агонистов, было исследование о том, что они могут значительно улучшать сон. Вот тяжелая бессонница у пациента с болезнью Паркинсона как раз купировалась на апоморфине. И важным моментом является то, что сейчас появляются новые агонисты, гораздо более селективные. Вот будет выходить новый селективный агонист дофаминовых D1-D5 рецепторов, того подобного, который будет, надеемся, обладать более узким спектром побочных действий и позволит более широко использовать их, потому что по эффективности агонисты дофаминовых рецепторов достаточно высокий эффект дает. Второй момент тоже, что был освещенный на этой конференции, вот эта боязнь побочного действия агонистов дофаминовых рецепторов сподвигла, наверное, в том числе к тому, что вот скоро выйдет уже на рынок новый препарат, как раз комбинированный в одной таблетке. Это небольшие дозировки пролонгированного агониста-дефамированного рецептора промипексола в дозе 0,6 мг и низкая доза розогелина. Как раз вот вместе они, в принципе, по сопоставимой хорошей дозе промипексола, суточной от 1,5 до 4,5 мг в сутки. При этом использование препарата, прием его один раз в день, что это, конечно, удобно для пациента. Это сохраняет приверженность к терапии. Тетровать его не надо. Не надо тетровать, да, вот как раз в этой дозировке. И при этом меньшая дневная сонливость и расстройство импульсного контроля как основное побочное действие, которое ограничивает назначение агонистов дофаминовых рецепторов в нормальной большой дозировке. Но надо еще сказать, что плюс вот таких вот препаратов двухкомпонентных в том, что наши пациенты и так много пьют лекарств, да, и хотя бы это такая тоже дополнительный фактор. Возможности уменьшить количество таблеток, да, прием одной таблетки, да, но с двумя препаратами. Это действительно здорово. И эффективность очень хорошо. То есть это уже прошло исследование, третью фазу двойного слепого исследования, и будем надеяться, что в скором времени как бы препарат выйдет на рынок. А еще... А? На наш? На наш не знаю. На наш не знаю. Да. Наверное, что для нас, по крайней мере, точно актуально, это двигательные упражнения для пациентов с болезнью Паркинсона. Я думаю, что, Екатерина Тайна, вас часто спрашивают, чем нужно заниматься, как нужно двигаться, дайте нам комплекс упражнений. И здесь тоже был достаточно интересный доклад, был как раз по аэробным упражнениям при болезни Паркинсона. Что интересного сказали? То есть на самом деле были разделены пациенты на две группы. Одна группа занималась аэробными упражнениями, там был велотренажер, а вторая группа занималась растяжкой, стрейчингом, пилатесом. И было доказано, исследование проводилось где-то в течение шести месяцев, что действительно аэробная нагрузка улучшает функциональные связи коры со скорлупой, с передними отделами скорлупы, тем самым улучшая функциональную компенсацию головного мозга, несмотря на развитие заболевания. К сожалению, никакие упражнения ни аэробные, ни стрейчинг не влияли на черную субстанцию, как таковое ядро, скажем так, нашей болезни Паркинсона. Но за что вот эти аэробные упражнения улучшали функциональную активность мозга. Поэтому, наверное, несмотря на то, что препарат к нам и не скоро выйдет на рынок, мы можем рекомендовать аэробную нагрузку. Я теперь поняла, где найти точки опоры, да? То есть мы будем рекомендовать упражнения. Действительно, это прекрасно. Ну вот, да, еще часто спрашивают, сколько нужно тренироваться. И в этой ситуации, вот из-за того, что да, если это аэробная нагрузка, то нужно как минимум 4 недели, это упражнения для походки, 8 недель упражнения для равновесия. Если каждый день так заниматься, то действительно эффект может длиться от 3 до 12 месяцев после прекращения занятий. То есть это должно быть, ну, как минимум 2 месяца тренировок каждый день. Я, кстати, была восхищена. В этом месяце прошел первый всероссийский форум пациентский. И там было огромное количество различных мероприятий для пациентов. И организовало этот форум именно пациентское сообщество. И мы там с коллегами были приглашены в качестве докладчиков в образовательных целях. И там как раз были различные соревнования по скандинавской ходьбе, по шахматам и так далее. И, конечно, я была восхищена. И это было прекрасно, это было приятно, потому что очень здорово, что в нашей стране пациентское сообщество становится более сильным. Вы знаете, мы много лет поддерживали и занимались организацией школ для пациентов. Но всегда это было немножко пассивно. То есть мы приглашали пациентов, а здесь это было организовано. То есть нас позвали. И это было очень приятно. И, конечно, я получила колоссальное удовольствие. И действительно много говорилось именно о упражнениях, о физической подготовке, насколько она важна, в том числе для терапии болезни Паркинсона. Но вот на Конгрессе были обсуждения также терапии развернутых стадий. Сейчас вы видите здесь на слайде. Это и глубокая стимуляция мозга, это и фокусированный ультразвук, и леводопа, карбидопа, интестинальный гель, и помпа с апоморфином. Кстати говоря, помпа у нас, апоморфина пока нет в стране, но, например, леводопа, карбидопа, интестинальный гель есть. И в этом году эта методика была включена в ВМП, то есть бесплатно для пациентов. Но есть проблемы еще с гелем, потому что пока что проходят эти все бюрократические препоны, вот это вот снабжение пациентов кассетами, к сожалению, пока что это стоит таким, ну, в некоторых регионах, в том числе в Москве, это оказалось большой проблемой. Нашим пациентам отказали в получении, поэтому... Но должен, я надеюсь, что на следующий год как-то эта ситуация будет меняться, потому что вообще сейчас надо сказать, что терапия развернутых стадий становится, лечение болезни Паркинсона на развернутых стадиях становится достаточно дорого, да, и у нас появляются, фактически меняется картина, у нас появляются новые методы, у нас есть теперь фокусированный ультразвук, у нас есть ДБС, у нас есть место еще деструктивным вмешательством в ограниченном, конечно, количестве, у нас есть интестинальный гель, то есть у нас уже появляются какие-то возможности терапии. Я, кстати, здесь привела фотографию. Буквально опять же в этом месяце прошел такой однодневный обучающий курс в Центре мозга и нейротехнологии нашей структуры, Федерального медико-биологического агентства, его организовали наши коллеги, нейрохирурги, и, в общем, целый день был посвящен хирургии тремора, и что было приятно, что на этом мероприятии были собраны не только нейрохирурги, а люди приехали командами, приехали нейрохирурги с неврологами. Это говорит о том, что все-таки мы должны дружить, да, и взаимодействовать, и нейрохирурги с неврологами должны говорить на одном языке, и неврологи с нейрохирургами, и нейрохирурги с неврологами, да, поэтому я считаю, что таких мероприятий должно быть больше, потому что у нас много возможностей. И, кстати говоря, тоже важная вещь, которая произошла, это в этом году вышли рекомендации Общества двигательных расстройств по инвазивной терапии. В 2022 году буквально были опубликованы, вы видите, что практически все методы рассматриваются, и ДБС субталамического ядра, то есть глубокая стимуляция субталамического ядра, глубокая стимуляция GPI-структуры, да, это стенальный гель, апоморфин, радиохирургия, и палидотомия, и таламотомия, и фокусированный ультразвук, и это был такой очень хороший обзор доказательных методов, и мы, кстати говоря, обсуждали, что ситуацию, при которой, и они оказались прописаны в этих рекомендациях, я как бы со своей позиции, я это чувствовала, да, но как бы не знала, как сказать, а там это оказалось очень хорошо прописано, потому что, например, было сказано так, что я, например, иногда мне не нравится, когда пациента хорошего кандидата для хирургии, для стимуляции мозга, да, для ДБС, например, ему делают деструктивное вмешательство, да, то есть, и мне кажется, это такой немножко, ну, есть разные ситуации, но в целом это, мне кажется, такая немного ошибочно, поэтому вот в рекомендациях, например, было сказано, что если пациент является кандидатом для ДБС, он должен быть рассмотрен для ДБС, а не для деструктивных вмешательств, да, то есть, да, для деструкции есть ограниченное, ограниченные показания не имеют места, но предпочтение надо отдавать все-таки ДБС. Много работ сейчас по фокусированному ультразвуку, потому что действительно есть сейчас идут рандомизированные исследования. Мы знаем, что фокусированный ультразвук – это метод лечения тремора при болезни Паркинсона, да, но вот появляются все новые и новые исследования, и пока что в этих рекомендациях сказано, что фокусированный ультразвук необходимо использовать в рамках, например, регистра, так как это новый метод, да, то есть все-таки только-только опыт накапливается, да, у хирургов, которые этим занимаются, и есть рецидивы, например, возникновение тремора через некоторое время, да, поэтому это новый метод, нам, несомненно, хочется его попробовать и посмотреть, да, как наши пациенты будут на это отвечать, но, опять же, для фокусирования ультразвука есть четкие критерии лечения, да, поэтому, ну, вот такая таблица, да, выбор метода инвазивного лечения при болезни Паркинсона. Вообще, надо сказать, что мне всегда интересует вопрос, как быстро принять решение, да, вот для какого метода пациент больше всего показан, да, и в этом плане существует сейчас парадигма 5.2.1, да, она основана на дельфийских критериях развернутой стадии болезни Паркинсона, то есть когда у пациентов симптомы выключения в день более двух часов, когда более часа неприятной дискинезии в день и более пяти приемов леводопа в день, то есть это уже может рассматриваться условно в качестве какой-то точки приложения либо интестинального геля с леводопой, либо ДБС. Но интересно, что вот был такой промежуточный анализ, который показал, что только 20% пациента соответствовали всем этим критериям, да, 5.2.1, но 98% соответствовали хотя бы одному, то есть у 98% какой-то из этих критериев был, да, но не все вместе, поэтому тоже вопрос дальнейшего уточнения, да, и персонализации, да, мы говорим сегодня о персонифицированной терапии, да, вопросы отбора на тот или иной метод, они, конечно, остаются сегодня достаточно важным вопросом. Ну, еще там была секция, посвященная клиническим исследованиям, да, вот расскажите, пожалуйста, что вам запомнилось больше всего? Ну, это, наверное, те мечты, которые вот мы как бы мечтаем, мы мечтаем, чтобы болезнь Паркинсона остановилась, мы мечтаем понять, ввести какое-то лекарство, и чтобы пациент перестал пить препараты. Ну, вот одна из таких мечт, можно сказать, это была, да, идея именно остановить, зацепить этот агрегированный альфа-синуклеин моноклональными антителами, попытаться его вывести, и действительно было проведено как минимум два исследования совершенно разными моноклональными антителами. Но, к сожалению, как бы потом уже по прошествии 52 недель по оценке аффекта ДОЦКАНА, к сожалению, никакой разницы с плацебо получено не было, и вот вариант такого как бы инактивации уже альфа-синуклеина моноклональными антителами, ну, не получилось. Вот, но с другой стороны, что больше внушает надежду, это вот в 2022 году был проведен первый этап вакцины при болезни Паркинсона, и нацелен он был на то, чтобы сформировать саму иммунную реакцию человека, которая была бы направлена активизировать иммунитет против альфа-синуклеина. Такая активизация иммунитета проводилась с помощью синтетического пептида альфа-синуклеина, который вводили внутримышечно, и было доказано, что введение, трехкратному его введению у здоровых добровольцев, это было на людях, действительно вырабатываются антитела к альфа-синуклеину, и даже имеются градиенты, их больше в ликворе, чем в крови, и действительно исследование будет продолжаться. Выбрали две дозировки, 100 и 300 миллиграмм, и, возможно, в дальнейшем мы получим что-то, действительно, уже на пациента с болезнью Паркинсона, возможно, какой-то вариант такой модификации течения заболевания, возможности его остановить, потому что это очень всегда волнует наших пациентов. Вообще, к сожалению, исследований по болезни Паркинсона их много, не всегда они дают нам положительные результаты, и порой как бы разбиваются наши идеи, статистику, которая ничего не подтверждает. И, наверное, вот тоже вы помните, достаточно много говорили о том, что мочевая кислота, повышение мочевой кислоты может как-то влиять на патогенез болезни Паркинсона, и вот как раз было исследование по использованию инозина, к сожалению, не давшего никакого положительного эффекта. Примерно та же самая как бы вот позиция была, это использование, снижение активности тирозинкиназа и абеляна, которая тоже может как-то влиять на альфа-синуклеин, и вот это ингибирование АБЛ-киназа, к сожалению, тоже не дало никаких положительных эффектов. Но некоторые исследования, пускай и не такие как бы глобальные, но все-таки небольшие результаты положительные были получены. Так, например, вот использование просто витамина В3, это исследование как раз никотинамида, рибазида, использование действительно как-то влияло, возможно, давало какое-то легкое клиническое улучшение пациенту с болезнью Паркинсона. Почему приятно об этом знать, пускай и небольшое клиническое улучшение все-таки было, хотя бы этот препарат доступен, да, пускай это добавка, но какие-то вот небольшие клинические подвижки были, и фаза первая пройдена, возможно, что-то будет в будущем, нам это покажет. Но вот исследование по гену ЛРКК2, которое вот как риск болезни Паркинсона, тоже дало положительные результаты, и, возможно, мы сможем что-то сделать, и это исследование тоже пройдено. Что-то еще, да? Да. А мне понравилось еще, я давно, кстати говоря, столкнулась с тем, что, не знаю, были ли у вас пациенты с функциональными тиками. У меня были пациенты, которые смотрели ТикТок. ТикТок, ТикТок, вот. И когда я там стала изучать этот вопрос, оказалось, что действительно очень много публикаций в журналах по поводу так называемой ТикТок-Тики. То есть вышла одна из работ, посвященная обзор видео. Наши коллеги сделали обзор видео в 2011 году. 66% видео, связанных с движением, были функциональными. Да, и они изучили вот в ТикТоке вот эти просмотры, да, и оказалось, что действительно вообще вот эти ТикТок-Тики это пример такого социогенного, да, заболевания. Характерно было то, что очень внезапно начиналось, достаточно атипичные симптомы, очень высокая степень внушаемости, да, отсутствие подавляемости. И интересно, что вот авторы заметили, что чаще была разница между Тиками, да, настоящими, вот такими функциональными Тиками, что при обычных Тиках капрололея, да, и самоповреждающее поведение встречается реже, не так часто, на самом деле. Это должен быть достаточно тяжелый Тик. А здесь как раз это встречалось чаще. И вот я хочу, я специально скачала, залезла в свое время посмотреть, и коллеги тоже прислали различные виды вот этих вот функциональных Тиков. Вот вы видите здесь на картинке часть их, да, то есть они, я говорю, что возникали, например, резко очень, да, неожиданно, носили, например, нерегулярный характер. Мы видим, да, самоповреждающее поведение, как тоже то, что встречалось нечасто. В общем, достаточно интересное такое, как бы, явление, да. В связи с пандемией, наверное, с нашей социальной изоляцией. Да, и там, кстати, в статье, в статьях, которые разбирают, говорят о том, что действительно мы все-таки не должны, мы должны тоже читать СМИ, смотреть, да, потому что действительно поток этих пациентов появляется, и мы можем видеть таких пациентов больше. Еще интересно, кстати говоря, мне понравилась очень секция, посвященная была электрофизиологии двигательных расстройств. Вообще, я считаю, что это большая сложность для нас, опять же, отправить пациента на нейрофизиологическое исследование, да, и чтобы нейрофизиолог сделал исследование так, как надо, да. Я думаю, что у нас, наверное, единичные центры, где действительно неврологи взаимодействуют тесно с нейрофизиологами и говорят на одном языке, да, поэтому... Знают, что хотят. И знают, что хотят, да. И неврологи знают, что хотят увидеть, и нейрофизиологи понимают, что от них хочет увидеть невролог. И здесь вот, кстати говоря, была лекция, посвященная электрофизиологии различных синдромов тремора. Обратите внимание, функциональный тремор, да, пациент рукой гладит голову, да, и тремор прекращается. И вот такие электрофизиологические методы, они, конечно, позволяют проводить дифференциальную диагностику, особенно в сложных случаях, да, разделить функциональный тремор от тремора. Обратите внимание, да, вот пробы на отвлечение, да, и у пациента тремор прекращается или начинает рука двигаться синхронно, да. Это вот такие тесты, которые позволяют отличить функциональный тремор от органического. И, в общем-то, были рекомендованы какие-то вещи, сколько по времени должна быть запись, да, запись в разные периоды, в период покоя, в период поддержания определенной позы, давать задачу пациенту, да, задачи на отвлечение и так далее. Поэтому это такое интересное направление. Я вот здесь поместила еще ряд хороших, на мой взгляд, статей, посвященных обзору, поэтому можно с ними ознакомиться и прийти, наверное, к вашему нейрофизиологу и сказать о том, что давайте разговаривать на одном языке. И, кстати говоря, очень вышла тоже интересная статья буквально в 22-м году. Обратите внимание, как менялись вот эти вот линии, как менялись диагнозы от первичного, да, это вот, получается, левый столбец, да, к правой, получается, графа, это окончательный диагноз, да, с помощью электрофизиологических тестов. То есть, например, пациент приходил с первичным диагнозом тремора, а это оказывался миоклонус, или наоборот, мы думали, что это миоклонус, а оказывался тремор и различные виды тремора. То есть, это, конечно, значимое такое направление, его необходимо использовать активно в своей практике. Ну и еще у нас остается немножко времени, давайте еще обсудим вообще, Ольга Александровна, что было по другим заболеваниям, а то мы как-то так сакцентировались на нашей любимой болезни Паркинсона, да, ну вот как бы что было еще такое запоминающееся. Ну, наверное, тоже, если мы говорим про паркинсонизм, деменция с тельцами леви, заболевание, которое течет с деменцией с паркинсонизмом. Сейчас мы, конечно, ограничены по противодементным препаратам, всего две группы, центральные ингибиторы холиностераза и мемантин. И вот сейчас было проведено исследование еще одного препарата, который как бы немножко модулирует активность Д1 рецепторов головного мозга. Идея-то была исследование на то, чтобы улучшить когнитивные функции у пациентов с деменцией с тельцами леви, но на выходе, как вот бывает в жизни, получился, скажем так, неожиданный результат, но тоже положительный. У пациентов когнитивная функция не улучшилась, зато ходить, двигаться они стали лучше. То есть это на самом деле хороший результат. Действительно у этих пациентов уменьшилась дневная сонливость, и даже уменьшилась степень галлюцинации. Возможно, и когнитивные бы функции могли бы улучшиться, но под промежуток, который проводился исследование, было всего 12 недель. И, возможно, как бы это исследование еще в дальнейшем продолжится и будет третья фаза. А здесь практически 300 пациентов было с болезнью с тельцами леви. Конечно, были серьезные побочные действия, но это было больше на высоких дозах. Было даже повышение давления, хотя вот повышение давления в рамках деменцией с тельцами леви может быть и хорошо, так как, да, эти пациенты часто наоборот теряют давление, оно становится низким. Поэтому надеемся, что это исследование еще продолжится. Так, ну вот, наверное, что может инвалидизировать пациента, кроме скованности, это, конечно, дрожание. И эссенциальный тремор — это то, что не позволяет человеку даже нормально порой есть, расписываться, если это еще больше дрожит правая рука, то это вообще практически инвалидизирует пациента без какого-то значимого, скажем так, бесплегия, беспореза человек не может пользоваться конечностями. Что касается эссенциального тремора, в этом конгрессе тоже поднимался вопрос, что у нас, к сожалению, не так много препаратов, которые могут помочь пациентам, ограниченным и в основном их побочным действием. И все время находимся в таком балансе между побочным действием препарата, да, и возможностью помочь пациента с улучшением функции, в первую очередь, кисти. Был новый препарат, как раз разбирался он, действует на уровне кальциевых каналов Т-типа. Тоже действие идет центральное. И, конечно, с учетом того, что происходит, скажем так, торможение активности головного мозга, скорее всего, мы придем к побочным действиям этого препарата и тоже развитием когнитивных нарушений в рамках его приема. Но с учетом того, что исследование было небольшое, пока таких четких данных нет. Это вот препарат ПРАКС-944. Вот опять же, что мы можем использовать? Этот препарат мы использовать не можем, а вот вариант какой-то такой периферической стимуляции, это вопрос поднимался уже начиная с 2013 года, это использование браслетов, которые, скажем так, посылают сигналы, но вот побывательски сказать, бьют током. Ток активизируется, срединный локтевой нерв, ритме именно тремора, который есть у пациента. Достаточно разные есть результаты по исследованию, так как исследования идут с 2013 года. Вот одна из систем КАЛА, она как бы показывает, что это эффективно и, в принципе, может использоваться. Я думаю, что такой вариант... Звучит, конечно, странно, да. Ну, по крайней мере, вот пишут, что есть положительные результаты. Я думаю, что об этом стоит задуматься. Одним из препаратов, ну, если он нам не помогает, эссенциальный тремор, возможности нет лекарственной, остается в том числе нейрохирургическое, и здесь можно использовать как ультразвук, так и ДБС. Но вот в отношении эссенциального тремора даже можно делать двухсторонние операции. Екатерина Таляна, как вы к этому относитесь? ДБС, да, но не фокусированный ультразвук и не деструкция. То есть здесь как бы понятно, что нужны исследования и риски осложнения не выше. То есть всё-таки как бы вот... Ну, по крайней мере, то, что писали. Да, сейчас исследования идут, я смотрела статьи на эту тему, но пока что малый объём выборки. Вообще фокусированный ультразвук на самом деле не так легко переносится больным. То есть пациент во время нахождения на операционном столе у него могут быть и побочные эффекты в виде тошноты, и очень тяжело вылежать, и там есть свои особенности. То есть это не просто какая-то такая лёгкая процедура, хотя, казалось бы, вроде бы нету разрезов, нету никаких таких сложностей, но это тоже, то есть пациенты переносят не очень легко, но в отношении двухсторонних вмешательств пока что я бы была так осторожна. Что касается дистонии, здесь, конечно, с учётом наших возможностей, генетических исследований, выявлено достаточно большое количество новых генов, которые можно как-то привязать к клинической картине дистонии. А вот, ну, с учётом того, что у нас нет возможности, скажем так, свободно отправлять пациента с дистонией на генетические исследования, возможно, в будущем, когда у нас появится какое-то геноприцельное лечение с возможностью как бы лечения непосредственно больного гена, это будет нам актуально. А пока мы всё-таки, наверное, основное лечение дистонии – это инъекции ботулотоксина. Здесь вот очень интересный был доклад о том, что сейчас идёт третья фаза исследования – даксиботулинотоксина А, который раньше достаточно много использовался именно в косметологии, и сейчас уже вот идёт исследование по его использованию при цервикальной дистонии, чем он отличается от тех ботулотоксинов, которые мы знаем, он более длитного действия и может сохранять свой эффект до полугода. Это, конечно, очень хорошо пациенту. Да, достаточно значимое. Очень большой прорыв был сделан для болезни гентингтона, и, наверное, вот что касается болезни гентингтона, она одна из основных в неврологии, где вот как раз пытаются найти геномодифицирующее течение, терапию, и ради этого даже сейчас сделали биологическую классификацию, чтобы максимально унифицировать пациентов, можно было их сравнивать в дальнейшем и оценивать результаты возможности тех или иных лекарственных препаратов. Достаточно много идёт параллельных исследований. Конечно, заболевания тяжёлые, препараты серьёзные, и поэтому иногда останавливаются исследования, иногда из-за побочных действий, иногда из-за неэффективности. Но надеемся, что скоро при болезни гентингтона будет такой прорыв. Второе, наверное, такое очень важное тоже гиперкинетическое проявление, с которым встречается невролог, это синдром Туретта. И вот если болезнь гентингтона всё-таки мы больше воспринимаем, это взрослый возраст всё-таки, то синдром Туретта, особенность созревания, это дети, это то, с чем человек живёт всю жизнь. И с учётом того, что препараты, которые используются, нейролептики, они, конечно же, вызывают огромную побочку. И вот появление новых препаратов, это, конечно, очень большой шаг. И вот сейчас Экопипам препарат, который как раз исследовали при синдроме Туретта, показал очень хорошие результаты в сравнении с плацебо, как по уменьшению двигательных тиков, так и при меньшем выраженности побочного действия, так, например, набор веса при Экопипаме в сравнении с плацебо даже меньше. Я буквально вчера вернулась с обучающего мастер-класса из Казани, который был посвящён синдрому Туретта. Я получила огромное удовольствие, училась у Зулихи Абдулазяны Заляловой. И действительно, как раз вот так актуально новые препараты. Но надо помнить, конечно, о том, что психотерапия и когнитивно-поведенческая терапия и вот та коморбидность, которая есть у этих пациентов, которую мы часто, неврологи, не очень вытаскиваем. То есть мы лечим. Действительно, наши коллеги говорят, что мы фокусируемся на клинике, на симптомах. Мы как айсберг всех симптомов. И мы не замечаем те коморбидные синдромы, которые у них есть. И это тоже играет огромную роль, потому что правильная когнитивно-поведенческая терапия может тоже помочь достаточно значительно иногда этим пациентам. Поэтому это тоже такой важный аспект. Ну и ещё что-то интересное было по поводу терапии. Да, было по поводу терапии. Но вот есть тяжёлые аутосомно-рецессивные генетические заболевания, связаны с таким множественным нейромедиаторным дефицитом, сертонином, дофамином, норадреналином. Это дефицит декарбексилаза, ароматических аминокислот. В принципе, сейчас развивается эта генная терапия, генномодифицирующая терапия. И это второй препарат, который сейчас пытаются тоже подсадить на вектор аденосоцированного вируса, типа 2, чтобы изменить сам ген и позволить тем детям, которые при рождении уже у них нет перспектив на дальнейшую жизнь, это тяжёлые заболевания практически без эффекта симптоматической терапии, стать здоровым человеком. Это перекликается как раз со спинальной мышечной атрофией. И в принципе препараты очень схожи. Скорее всего, когда, к сожалению, препарат выйдет на рынок, это будет второе самое дорогое лекарство в мире, но оно будет. Поэтому возможность его получать какая-то будет. Да, здесь много этических вопросов, когда стоит вопрос о такой дорогой терапии, кто должен нести расходы на это. Но понятно, что всё-таки без этого невозможно дальше развиваться, если мы говорим о каком-то прогрессии. Были ещё работы, посвящённые нейровоспалению. Да, по связи как раз аутоиммунной и нейродегенеративной патологии было показано, что зачастую, видя, в принципе, нашу стандартную неврологическую симптоматику, мы можем выявить у этого пациента положительные антитела. Вот в этой ситуации чаще всего встречались антитела иммуноглобулину ЛОН-5. И встречался это у пациента с клиникой прогрессирующего надъядерного паралича, часто с синдромом ригидного человека. И вставил вопрос, что это, это нейродегенеративное заболевание или это аутоиммунный процесс, который приводит к такой клинической картине. На самом деле это сложный вопрос, и роль этих антител ещё до конца не ясна, потому что даже иммунное лечение, начатое у этих пациентов, далеко не у всех давало положительный результат. Но вообще заподозрить какой-то аутоиммунный генез, экстрапирамидных расстройств нужно, когда вы видите какой-то множественный дефицит, бульбарную симптоматику, нарушение сна очень для них характерно, когнитивные нарушения. Вообще сочетание аутоиммунной нейродегенеративной патологии очень актуально, потому что мы сейчас пережили, я надеюсь, пандемию COVID-19. Да, и на этом, наверное, мы будем заканчивать, потому что, конечно, конгресс был очень интересный, конгресс был насыщенный. То есть мы, опять же говорю, мы, к сожалению, не были на нём мощно, но сейчас доступны лекции. И действительно большое количество исследований были посвящены, в том числе и последствия пандемии COVID. И сейчас я знаю, что появляются и статьи, обсуждающие вообще, что надо ли нам ждать увеличение случаев... Пандемии нейродегенеративных заболеваний? В том числе паркинсонизма. Поэтому это действительно такой важный, наверное, вопрос. Итак, коллеги, у нас есть несколько вопросов. Ну, первое, существуют ли инструментальные или лабораторные методы ранней диагностики болезни Паркинсона? Они, конечно, существуют. Во-первых, есть ДОЦКАН, да, метод, который позволяет увидеть наличие дофаминергического дефицита, да, в головном мозге. У нас в России есть некоторые ограничения пока, но я думаю, что скоро он у нас и появится, и в некоторых центрах есть. Я думаю, что ДОЦКАН появится рано или поздно у нас как инструмент. Есть альфа-актометрия, да, то есть как такой метод, который... Ну, в рутинной совсем практике он не так сильно доступен, но тем не менее. Пока что, пока что все равно клинический, мы ставим диагноз клинический, это то, как мы пока можем диагностировать болезнь Паркинсона. С чем связано нередкое развитие деменции на фоне двигательных нарушений? Большое спасибо. Ну, у меня сразу возникает вопрос, на фоне каких двигательных нарушений, потому что мы можем говорить о болезни Паркинсона, да, на поздних стадиях, мы можем говорить о деменции с тельцами Леви, мы можем говорить о хореи Геттимптона, да, у молодых. Это огромное количество разных заболеваний. Ольга Александровна... Ну, вот, наверное, в этой ситуации это, наверное, та же самая ошибка, которую сделал Джеймс Паркинсон, когда я писал болезнь Паркинсона. Он написал только двигательные расстройства. А на самом деле, когда мы видим наши неврологические заболевания, там кроме двигательных есть немоторные расстройства, где как бы когнитивные расстройства, вегетативные расстройства, расстройства сна тоже встречаются, потому что нейродегенерация – это более широкий процесс. Ну да. Ну, сразу тогда вопрос, какие психиатрические симптомы на ранних стадиях чаще всего возникают у пациентов. У каких, да, ну, наверное, тоже болезнь Паркинсона имеется в виду. Да, наверное. Но в этой ситуации, наверное, если доктор имел в виду дебют заболевания, например, с депрессией, на ранних стадиях заболевания, в принципе, галлюцинаторные расстройства, экстракомпильные расстройства не должны быть на ранних стадиях, если они развиваются еще даже до лечения начала, развиваются параллельно с развитием двигательного дефицита в дебюте заболевания. То есть здесь стоит думать о другом диагнозе, а не болезни Паркинсона, возможно, деменция с тельцами или ВИП, поэтому тут надо как бы разбираться, начиная от пациента. Следующий вопрос от Руслана, но он повторяет первый вопрос по ранней диагностике. От Ольги вопрос. Вы сказали о доступности лекций с Конгресса, а где? Ну, необходимо зайти на первый слайд, где мы показывали адрес Международного общества двигательных расстройств. Я не знаю, сейчас можно ли на Конгресс зарегистрироваться и просмотреть. Я думаю, что, наверное, можно. То есть надо зайти на этот сайт, увидеть, зайти на ссылку Конгресса и попробовать там зарегистрироваться, и, возможно, лекции будут доступны. Добрый вечер. Есть ли эффективные методы реабилитации, физиотерапии, кроме того, что Вы проговорили? Ольга Александровна. Ну, в этой ситуации, что касается реабилитации, самое основное – это двигательная активность. Вот реабилитация должна быть направлена именно на двигательную активность. И, как вот мы указали тоже в докладе, то, что было, это аэробные нагрузки. То есть это скандинавские палки, это велотренажеры, это тайчи какие-то, это варианты какой-то дансинготерапии. Это движение. Да, это движение. То есть и физиотерапия, это движение, да, это физическая терапия. Ну и я вижу последний доклад, да, от Ады. Добрый вечер, спасибо за доклад. У моей пациентки с болезнью Паркинсона жалобы на болезненные спазмы в мышцах туловища. Это может быть проявлением заболевания? Может быть проявление синдрома ригидного человека? Тут надо смотреть, да, с чем этот больной, потому что есть другие, при болезни Паркинсона редко бывают такие болезненные спазмы. Возможно, это как раз вариант аутоиммунного. Ну, надо смотреть. Да, нет, да. Возможно, это не болезнь Паркинсона. Ну что ж, коллеги, спасибо вам за внимание. Мы постарались сегодня затронуть те темы, которые нам были интересны на Конгрессе. Я надеюсь, что, может быть, это было интересно и для вас. Ольга Александровна, что вы пожелаете нашим коллегам? Я, наверное, пожелаю, чтобы вот те препараты, про которые мы говорили, когда-нибудь стали нам доступны, чтобы мы смогли их видеть не только на слайдах в лекторах, но и в жизни попробовать, назначить нашим пациентам. Потому что они же появляются не просто так, а чтобы сделать пациенту жизнь лучше. Я надеюсь, мы доживем до этого. Да, коллеги, так что мы не опускаем руки, мы работаем, помогаем нашим пациентам и развиваемся дальше. Спасибо. Большое спасибо.